И йоу, чё кого ребята, всем приветствую, как всегда, я Градус, и сегодня мы с Владом решились наконец-то записать финальную часть для Влада, когда он будет сражаться с Эдгаром, и что самое интересное, на часах 3.27 утра я передаю привет Владу, который не спал уже целые сутки, 7.27 на часах, здорово кенты, да, забыл сказать, у Влада же совсем другое время, поэтому у него плюс 4, и как бы мы два безумных дурака решили, а когда еще найти лучшее время, чем как не в посреди ночи? Записать видос по растениям против зомби, и я постепенно пока что к тебе спускаюсь, Влад, и хочу заранее пожелать тебе, так сказать, сразить не только Эдгара, но и желание спать, вот это уже реально прям за жизнь боремся сейчас с тобой, а самое тупое, то что Градус, дурачок, уже записывал ролик и умудрился не включить запись, не включить запись, ну и поэтому все позап, как бы заново, поначалу, ну простите, ну и... Короче, мы с Владом уже не первый сейчас стараемся записать, да, серьезные люди, как бы, 3 часа ночи, но, ладно, не будем о грустном, Влад подготовил такой уверенный огород, который сегодня мне предстоит разнести в пух и прах, ух, у тебя, я смотрю, грозная дубина. Дубина? Так это, по-моему, этот, как это называется? Да, пофиг, как оно называется, Влад, 3 часа ночи, давай, давай уже приступать к делу. Я не могу думать, быстрее, давай. А как же твои словесные норгосы, которые ты так прославляешь? Дорого. Я собираюсь не спавнить ему сразу Эдгара, потому что мы немножко хотим пошатать его огород, потом пошатать крышу, потому что там еще тоже полно всякого за другой стороной, еще не успели мы это посмотреть. Предлагаю, так сказать, вот таких самых обычных, милых, добрых гаргантюа, которые просто идут разносить тебя. Зная то, что огород у тебя реально прокачан уже неплохо, ты даже не почувствуешь. Смотри, они совсем не двигаются, когда их замораживаешь, еще я предлагаю пошатать тебя. Что это такое? Почему их так много? Влад, ну давай хотя бы не в 3 часа 30 утра. Давай, согласен. Так, ну... Уже ночь или утро, я уже теряюсь. Да, пока что в Майнкрафте вроде бы светло и на этом спасибо, а то вы точно уснули. Но у нас сейчас день, а Эдгара я их собираюсь призвать ночью, поэтому это, так сказать, релаксная, расслабляющая волна, где Влад будет просто устраивать в пух и прах и бабах, но... Спасибо, я тут так расслабляюсь полностью, прям просто лежи да спи просто. Релакс, ничего, не переживай. У меня еще тут куча для тебя всяких интересных зомби, я подготовился как бы... Изначально я планировал Эдгара, если что, поддержать этой армии, но, в принципе, сейчас тоже можно немножко поспавить. О, кстати, ты готовился к шарикам, вот кто-кто, а вот эти вот негодяи тебе точно подпортят настроение. А, ты их вишенкой взрываешь, ну ладно, ладно. Конечно. Я тебе, кстати, тут накидал кучу приколем, которые, ну, крадут твои растения, а что они не крадут растения? Вы их забрали в мир иной. Стоп, ты поставил вот эти штуки, которые откидывают их, ты гений или что? Конечно. Я говорю, я продумал, я сколько уже с тобой сражаюсь, сколько вижу, как ты вот это тактики свои используешь, поэтому я взял это все к себе, так сказать, в голову и выставил против тебя. Вроде получается. Да, мне вот как раз это не нравится. Вы понимаете, раньше, то есть, ну, один гаргантюа был огромной проблемой. Сейчас я заспавнил ему около 10 штук. У него только парочку растений с защитного слоя погибло. Так не годится. Давай я, типа, строю реальное испытание вот перед Эдгаром, чтобы ты не расслаблялся и понял, что такое будет настоящий сущий ад. 10 штук тебе их сейчас заспавнил. Давай, справляйся. Ты у нас парень молодой, амбициозный. Я видел, как кабачок у тебя не удало прыгнул. Почему они идут на тебя, а не на растения? Их сейчас просто перебьют. Они как, я не знаю, они как какие-то пинчушки просто падают. Что это такое? Капчушки. Пинчушки. Давай, кабачок. Еще один. Один кабачок на троих. Да ты, я смотрю, ресурсы ты умеешь использовать. Конечно, у меня еще очень много всего. Как бы я не могу вечно тебе спавнить этих зомбарей и прочей фигни, но... Градус, на, держи трофей. Забирай своего дурачка. Уходите с ним отсюда. Перекушу. Влад, знаешь, что мне еще нравится? Помимо того, что ты не спал сутки, ну, я чуть поменьше. И я прям уже предвкушаю, как мы будем с тобой падать в кровать, как эта гарганчуа после полного обстрела. Вот примерно таким же образом. Раз, два, сейчас он будет падать, и ты посмотришь, вот, это мы с тобой валились в кровать. Это ты меня запустил. Это мы с тобой в кровать просто так. Я пропадаю под одеялом где-нибудь. Я тогда возвращаюсь к тебе вечером, когда уже будет темно, и ты сможешь использовать даже грибы. Потому что не забывай, если ты подготовил вот эти растения, которые откидывают зомби, то тебе нужно еще перец сажать. Замораживающие грибы, давай, не будем тянуть резину, просто готовься, готовься. Огород у тебя еще не такой уж сильный для Эдгара. Секунд на 15, да ему хватит. Я что хочу сказать, ребята? Растения против зомби живут только благодаря вашим лайкам и комментариям. Просьбам о том, чтобы каждый раз мы выпускали новую серию. Поэтому, если вам и в этот раз не сложно, просто поставьте лайк. 20 тысяч лайков вы набираете проще простого. Больше даже не прошу. Набираем 20 тысяч лайков, следующая серия обязательно тоже выходит. Если у вас есть какие-то идеи или челленджи для того, чтобы усложнить, разнообразить игру. В принципе, любые идеи мне сейчас интересны. Ладненько, мне еще придется сейчас как-то время коротать. Хотя, знаете, у меня тут есть на уме одна идейка. Если, может, кому-то тоже будет интересно, тогда с радостью с вами поделюсь. Кстати, в последнее время стал замечать, что очень много времени провожу, играя за компом. Но иногда мне хочется это сделать и в дороге, обедая в кафе или еще где-то. И теперь есть такая возможность. Наткнулся я как-то на игру Online.RP, в которой можно играть по сети на своем андроиде и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Попробуйте, кстати, тоже словить это веселье, используя мой промокод GRADUS, который дает 120 тысяч игровой валюты. За нее вы можете купить суперкрутой автомобиль или даже целый дом. А если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. Перейти по ссылке в описании, скачать игру, установить игру на свой телефон, ну и в настройках выбрать свой игровой ник. А после выбрать один из доступных серверов. Как вы понимаете, теперь играть в GTA можно даже на своем мобильном телефоне, поэтому скорее залетай на сервер 03 и не забывай вводить мой промокод. Что ж, в Майнкрафте уже тоже потемнело, а это означает, моя любимая рубрика, мои соседи, которые придут ко мне рано или поздно жаловаться. Я надеюсь, этого не случится, иначе GRADUS попрощается со своей квартирой и придется ему уезжать в поселок мамочки. Поэтому я надеюсь ко мне не постучаться. Пожалуйста, не убивайте меня. Я прекрасно вас понимаю, вы тоже спать, наверное, там хотите. Но, как говорится, когда еще найти лучшее время сразиться с Эдгаром, чем не в 3.35? Действительно. Действительно, у Влада вообще 8 утра. Бедный был. О, светлеет. На улице уже светло. А у тебя реально сейчас уже светлеет? Ну, то есть... Ну, по-немногу. Мне казалось, вообще, 7 утра должен светлееть. Кстати, это что там стоишь-то ровно? Я думаю. Ты думаешь? Я на самом деле залип просто. Если бы вы видели сейчас мое лицо, это такое типа, ааа, где я, кто я? Ладно, Влад, мы серьезные люди. У нас серьезное соревнование. У нас тут много серьезных кабачков на твоем поле стоит. Кстати, нам же, чтобы разнести огород его, не состоит никакого труда. Просто потом прибраться надо будет еще и на крышу. Ну, это немножко геморно в том плане, что нужно подниматься, там, все дела. Хотя, за меня всю работу будет делать Эдгар. Я, наверное, сейчас просто буду молча смотреть на это все и наслаждаться. Влад, ты готов? 3, 2, 1, поехали. Да? Что еще раз? Влад уже проблемы со слухом. Я начинаю спавнить. И 3, и 2, и 1, 2, 3. Давай, давай, давай. Вот он пошел, значит, я знаю, что... Это, а, это он. Так, я знаю. А, взорвал, понял. Так, давай, первый. Пошел. Влад, ну как бы тебе сказать? Не надо, не надо слов. Я все прекрасно вижу. Знаешь что? Я так подумал, а ведь ничто нам никогда не мешало сделать прям над растениями слой из земли какой-нибудь, чтобы эти штуки не долетали. Слушай, это хорошая идея, особенно сейчас, когда уже ничего не осталось. Какой же ты гений, спасибо, Градус. Боже, что с тем ледяным кубом? Что он там растение? Три, сколько я снял уже. У тебя намного лучше идет прогресс, чем у меня с Джеком и Юния. При том, что они лупили ее и раздуплились только под конец. А сколько у тебя грибов? Сколько у тебя солнца? Ты нормальный там вообще? Ой, солнце, все. А, все, солнце закончилось. Только что закончилось. А у тебя что, нет никакой заначки? Вот она, моя заначка. Идите отсюда. Ой, Влад, прости, у меня заначка закончилась. А я могу так вот тут спрятаться от этого кубика? Нет, ему все равно, он ходит, своей жизнью живет. Это единственный ледяной куб, который в своей жизни настрал на законы физики. Влада украли, Влада украли. Влад под землей. Влада унесли. Такой смешной. Так, я уже не знаю, как надо ближе к тебе подходить или вообще понемногу перебираться на крышу. Вот я тоже так думаю, пора на крышу, наверное, Влад. Да подожди. Ладно, все, пошли на крышу. Пошли на крышу со своим вот этим Эдгаром. Что ж, Эдгар уже на крыше, буквально на крыше мы его перенаправили. У меня здесь уже есть и специальный кинотеатр, в котором мы, так сказать, увидим, как Влада уничтожат за парочку секунд. Чего это было сейчас? А ну подождите-ка, какого фига? У тебя крыша есть. Так, тут этот катится. Взорвал, взорвал, все. Половину снесло, капец. Нормально? Что это такое? Я подготовился. Сколько раз я смотрел, как вас убивают эти машины, поэтому я подготовился и построил навесик. Всего-то ничего. Действительно. Осталось просто отбиваться от твоих шаров. Всего-то ничего. Ты же не знал про это, я же тебе подсказал. Ты сказал, что очень поздно, что я тебе дал подсказку. У меня до речи потерялся буквально. Ну, это было поздно для низа, а сверху-то я все уже сделал давно. Опа, огненный шарик летит. Ага, вижу. Я смотрю. Пошел, а он даже, по-моему, сверху летел. Подготовился. Да и те чуваки отлетают. Даже при том, что сделал навес, все-таки посадил эти зонтики, чтобы с помощью бага они не проходили. Ты серьезно сейчас будешь взрывать свою крышу? О, слишком близко к Эдгару поставил. Это так не работает. Ё-моё, ему реально сносят. Мои растения тогда, когда я это делал, даже не доставали. А тут ты реально подготовился и сегодня, возможно, даже убьешь Эдгара. Я буду, не знаю. Мне-то толком спамить даже нечего. Ну, на самом деле, если ты победишь его, я тебе реально респект кидал. Огненный, ледяной, ледяной. Опа, вижу, вижу, вижу. Давай, 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 давай. Справишься, справишься, справишься. Опа, а половина. Да, конечно, пошел. И держишься, молодец. Да кого там меньше половины? Ну, я тебе хочу сказать, у тебя, конечно, странная тактика. Владу очень нравится такой тройной горохострел, потому что, видимо, он много куда стреляет. Но тут лучше бы ты посадил обычный. О, оно раздавило верхний слой. Ой, все-таки у меня не все потеряно. Тупой Эдгар не может... Ой, а как это вышло, чего? Ну, там, видимо, немного доставало там хитбоксы, все дела. Они очень долго его лупят. Большая часть гороха пролетает мимо. Ты не подращито... Опа, огненный шарик. Вижу, это не страшно. Он не успеет даже долететь. А ты подсолнухи вообще пособираешь? А то у тебя там скоро солнышки, наверное, закончатся. Ой, слушай, а ты зачем подсказываешь мне так хорошо? Так, а я хочу изменить немножко направление. О, Эдгар, что ты на меня смотришь? Давай, работай. Мне этот кинотеатр не нравится. Я думал, это будет намного быстрее происходить. Хочу посмотреть, что там поближе происходит. Черт, а у меня солнышки-то не падают, потому что ночь? Ну, они падают, но меньше. Ну, тебе хватит, если будешь грамотно поряжаться своими ресурсами. Так, ладно, я буду бегать и ждать эти солнышки. И смотреть одновременно, не пустит ли он шарик. Что ты меня ледяной шар кинул? О, вижу, вижу, вижу. У тебя зонтик умер? У тебя зонтик украли. Ну, ничего страшного, мы сейчас новую посадим. Я поражен, почему Эдгар до сих пор не спавнит зомби? На крыше он что, не работает так? Да не смотри на меня ты, бестолочь. Он вообще нормальный. Он просто впитывает урон и все. Серьезно? А где зомби, которые должны идти ордой просто на Влада? И если он не заспавнит тебе ни одного, то есть я пережил волны гаргантюа, волны всего. Я сейчас возьму и сам тогда заспавню. Нет, нет, не надо, нечестно. Я понял. Ну, нечестно, зачем? Ой, Влад, у тебя крышу-то разнесло наполовину, о, ледяной шар. Да, я вижу. Ну и что дальше разнесло? У тебя половину крыши разнесло, я-то думаю, как начали доставать до тебя-то? Так все просто. Я, к сожалению, даже не знаю, что придумать-то с этим. Ну, а крышу-то не успеешь отреаминтировать, тебе только так выкручиваться. Посмотрите на его успехи. Это сколько? 40% и, ну, 35% где-то точно он снес. У меня даже близко у одного такого не получалось сделать. Даже когда я все подготовил, меня просто Эдгар такой, знаете, хаппфу, и ничего не оставил. У меня сразу же в первую секунду все отлетали, как у Влада здесь, на переднем дворике. Ты долго будешь еще машины эти кидать? Вот скажи мне, бестолочь. О, огненный хаппф. Ой-ой-ой-ой-ой. Наконец-то пошли зомби. Не прошло и полчаса, когда у Эдгара уже почти половины здоровья нету. Все, они летят сверху. Давай-давай-давай, Эдгар. Не заставляй меня лично тебя убивать. Ну что ж, Влад, капец уже. Толпа зомби просто. Я на минутку тут отошел и... Ага, они пробили вход в твой дом. Помогать, бить. Так, ну смотри, у Эдгара уже меньше половины хп. Ты вообще мог представить, что я дойду до такого? Ну тебя сейчас каток снесет. Начинают зомби, наконец-то, делать свою работу. А самое главное, твои противники, это вот эти проныры кроты. Ой, ледяной шарик летит, Влад. Ледяной шарик. Ой, вижу, вижу. Так, опа. Мне кажется, ты не выдержишь. Ты просто... Опа. А Гаргантюа попадали. Тебе, на самом деле, на крыше еще и хорошо. Справляешься неплохо, но чуть-чуть остается тебя, и ты не вытягиваешь. Тебя спасет только одно чудо, а это под названием, я не знаю, там, какой-нибудь взрывной Армагеддона грипп. Ну, честно говоря, такового нет. Ну, не, на самом деле есть, просто его спавнить надо. Одному действительно сложно, я сколько сам не играл. У Эдгара меньше половины хп. Если бы ты был внизу и крыши вообще б не было, ты бы просто откинулся от тех еще зомбарей, которых полным-полно. И разрывают они просто все на куски. Изначально был такой настрой, что, ну, мы разнесем Влада. Потом я даже уже стал на сторону Влада, потому что, ну, типа, в одиночку справиться против Эдгара. Это, конечно, надо еще уметь. Бедный Влад бегает там, его-то уже по итогу-то... Все! Все! Меня схватили! Как он еще жив? В общем, суть в том, что реально сложно. Практически невозможно победить Эдгара в одиночку. Если бы у Влада была хотя бы поддержка, как у меня, потому что, как говорится, дружба, сила Винкс и все дела, у него бы было бы намного больше шансов. Я предлагаю в следующий раз уже, если хотите, пишите в комментариях объединиться, так сказать, противоборствующим сторонам. Я и Влад вместе против Эдгара уже вдвоем. Как-нибудь справимся, как два, так, чувака на опыте. Что думаешь, Влад? Я думаю, это будет отличная идея. Мы, наконец-то, впервые в Плэнс Версу Зомби будем вместе. Да, здрасте. Вся твоя энергия? В тебя масло кинули. Слушай, мне конец. Мы что-то в один момент были такие дикие, веселые, а уже убитые и сонные. Четыре часа утра, Влада девять или восемь. Научи меня считать. Вот вам результат, посмотрите сами. Влад неплохо справился. На удивление, я от себя такого, на самом деле, не ожидал. Как бы теперь нам это все разгребсти. Всем хорошего настроения, всем удачи и доброе утро. Доброе утро. Пойду кофейка наведу. Ты так просто убитым, кажется, посмеялся. Можем, ребята, в принципе, еще посидеть, поболтать. Я не знаю, мне, в принципе, на пары вставать в универ. Я вот не знаю, может, не стоит. У вас какие планы? Вставать. Да. И ляжь для начала. Я ляг для начала, да, хороший, действительно. Нет, мы можем поболтать, а что, как бы, кто-то куда-то торопится. Мы с Владом, нет. Повторяю, четыре, десять уже. Пока. Пока. Пока.